Если вы ищете игрушку, чтобы расслабляться по вечерам, советую вам World of Warships. Это бесплатная современная онлайн-игра с эпичными кораблями, исторически воссозданными в крутом графоне. Вас ждут интересный геймплей и масса впечатлений. А при регистрации по ссылке в описании, на ваш новый аккаунт подарят премиум крейсер Албани и 2 миллиона серебра. Так что лезь в описание и до встречи в World of Warships. Всем привет, с вами Ванделей и это 11-я подборка приколов и багов в игре S.T.A.L.K.E.R. Тень Чернобыля. Начнем этот выпуск с самого интересного. С информации об одной сцене в Припяти, которая не была доведена до финальной версии игры. Эту информацию нашли подписчики Александр Колчак и Юрий Простов, за что им огромное спасибо. Предоставили эту информацию они не только мне. Так что о данной сцене вы уже могли слышать, но в неполном и неточном варианте. Итак, в Припяти, вдобавок к этим трем вертолетам, которые разбиваются у ДК, планировалось падение еще одного вертолета. Собственно, это он. Лежит у автовокзала, а рядом тусуются четверо военных с валами. Причем сходу непонятно, откуда они взялись. А они прилетели сюда именно в этом вертолете. Дело в том, что пилот попадал под влияние контролера. Вот подтверждающий это звуковой файл. База, я СТАЯ-4, скоро будем на месте. Удачи, СТАЯ-4. Я Борт-020. Что-то не так. Слуховые галлюцинации. Да слышу. Черт, что это было? Нет. База, у меня все нормально. Нужная тревога. Борт-020 падает. Я База. Продолжайте следовать точки назначения. Это же наши ребята, мы должны помочь. Выполняйте приказы, СТАЯ-4. Но летящие внутри вертолеты военные выживали. Судя по скриптам, их было семеро. Игрок мог видеть, как солдаты падают на колени и кричат, что это, попав под действие контролера. Или контролеров. Ибо в билде 2571 их вообще трое. Хотя в диздоках и написано всего об одном. Одни военные становились зомби на глазах игрока и нападали на него. А другие кончали жизнь самоубийством. Причем тем же скриптом, что и наемник Рябой, которого также из игры вырезали. Это тот, которого мы допрашивали в баре в задней комнате. И вот еще один звуковой файл из ресурсов игры. Речь одного из выживших спецназовцев. На которого напали его зомбированные напарники. Братцы! Да что с вами такое? Я же свой! Данная сцена появилась в сборках за 2005 год. И преобразовывалась аж до самого релиза. Так, например, в билде 2571, а это март 2006 года, присутствует падение этого вертолета. А вокруг уже лежащей на земле модельки горит огонь. А вот сцены с зомбированными в билде нет. В финалке же нет ни падения, ни пламени вокруг вертолета. А только спаун четырех военных. Причем и визуально это не те же военные, что участвовали в сцене с контролером. Технически они представляли собой зомбированных. Но изначально вели себя как обычные военные. И только потом поддавались психотропному воздействию. Релизные версии, между прочим, зомбированные военные нам не встречаются в принципе. Их нет не только в Припяти, но и во всей зоне. Вот как бойцы сцены выглядят в ТЧ в восстановленном виде. Всего их три вида. Зомбированный военный в шлеме, то есть классический. И двое вояк, которые ведут себя как обычные люди. Но технически, специально для этой сцены, были прописаны как зомби. Так как изначально мы и видели их обычными людьми, не понимающими что происходит. Кроме того, разработчики выдали им пистолеты. Что только подтверждает, что некоторые из них должны были застрелиться в голову. Теперь к другим приколам. Восхитительная опечатка, которая так и не была исправлена ни одним патчем. Хотя, может быть, это отсылка к творчеству Стругацких. Как думаете? Военный вертолет на кордоне прилетает к нам вот отсюда. Пролетая при этом сквозь почву локации. А затем улетает за карту и снова опускается под уровень земли. Но куда интереснее наблюдать за аналогичным вертолетом на агропроме. В отличие от вертушки с кордона, агропромовский вертолет пролетает сквозь землю прямо у нас на глазах. Если мы, конечно, побежим впереди крота. Да так и добежим до болота. Более того, мы успеваем даже добраться до того самого места вплотную. Вот только вертолет не подхватывает Меченого, а спокойно пролетает сквозь него. Следующий прикол прислал подписчик Илья Залаев. На башне в баре находится точка пространства, идеально подходящая для медитации и попыток главного героя войти в астрал. Прикол от подписчика Егора Осипова. На текстуре коробки с патронами для Калаша написано, что их в ней 60. Но все мы знаем, что в игре в один короб вмещается только 30 патронов. Нехти что, но при помощи болта можно заставить Непися убрать свою гитару. Сталкер перепугается, получив холодным металлом по лобешнику. Встанет, но тут же снова сядет и достанет гитару обратно. Все это, не прекращая на ней играть. Увеличив угол обзора при помощи вмешательства в файлы игры, можно увидеть, что при беге на И-86 и ГП-37 из воздуха появляется натовский подствольник. Если же особо исхитриться с камерой, то этот прикол можно заметить и без изменения угла обзора. Причем подписчик Саша Горячев дополнил баг, сообщив, что непосредственно в описании граната для подствола написано, что данный девайс якобы надевается на выше обозначенные пушки, что конечно игровой реальности не соответствует. А вот при беге с чейзером, меченый отводит правую руку куда-то в сторону и неестественным образом держит пушку только левой. Интересный факт. Если после получения задания на исследование Х-16 не пойти на дикие территории, а направиться на армейские склады, то наемники могут сами начать преследовать вас. Вот одна группа догнала меня на складах, а вторую я встретил у самого выхода с диких территорий. Видимо наемники как раз собирались уйти с локации замеченным. Причем возвращаясь к предыдущему ролику про билдовский вариант диких территорий, вот вам еще одна причина зачем нужен этот переход, не только чтобы фпс не просаживался, но и чтобы нпс было сложнее пробраться в бар, и у них не было возможности поубивать там квестовых персонажей. Если всем известным способом выйти за локацию на янтаре и навесить на себя три огненных шара, дабы не получать радиацию, то можно спрыгнуть на подземные туннели и пробежаться по ним сверху, и даже найти два вертолета под картой, которые позже прилетают на зачистку территории. Ну а чтобы продолжить спокойно играть, вам вовсе не надо перезагружать игру, ведь в этом месте можно пройти сквозь текстуры и вернуться на локацию. Подписчик, зареганный под ником Геральт из Ривии, внес свою лепту в раскрытие темы матерных текстур. В центральной Припяти им было найдено слово из трех букв в подземном переходе, оно здесь навешано на всякие объекты, то в нормальном виде, то в зеркальном отображении. На карте в нашем ПДА можно найти загадочную деревню, встречающуюся аж пять раз, южнее вырезанного мертвого города, западнее его, севернее, еще севернее и наконец на армейских складах, где эту деревню можно посетить. Кроме того, повторяется этот элемент локации, а на месте болот расположен завод Росток. При входе на ЧС можно заметить, что один из военных вертолетов завис в канаве за нашей спиной в ожидании скриптов. Еще три военных вертушки висят дальше, уже вне нашей зоны видимости. Ну и как я уже упоминал в самых первых видосах, можно зайти в глубь локации, тем самым активировать скрипты, а затем вернуться в самое начало, и мы увидим, как прилетают два вертолета, на наших глазах проходящие сквозь локацию, и якобы высаживающий десант, который по факту спаунется из воздуха. Прикол от Владислава Сидорского. Вот такие штуки разрабы аккуратно расставили под каждую из антенн выжигателя мозгов. Возможно, это про образ психотропного аппарата из Ола Припяти, а возможно, просто рандомные элементы локации. Следующий прикол прислали мне подписчики Никита Королев и Андрей Пастушков. Для него нужен автомат с подствольником. Бежим к переходу на локацию, и за долю секунды до появления таблички подтверждения перехода, жмем клавишу переключения на подствольник. Переходим с локации, и игра показывает, что у нас 30 снарядов подствольники. Более того, все 30 мы можем выстрелить, но взорвется при этом только один. Прикол от Данила Гордиенко. Эти деревья на свалке полузависли в воздухе. И еще один прикол от Александра Колчака. Взгляните на отражение в защитных очках ската. Это похоже на пустую локацию с каким-то зубчатым одноэтажным строением. Более того, это напоминает локацию времен Абрибин Лоста. Такое отражение присутствует только у нашего костюма, когда мы выбрасываем его из инвентаря. НПС же никаких билдовских локаций не видят. И прикол от подписчика Николая Кисаримова. Две подпорки у этого навеса на блокпосте наемников на армейских складах висят в воздухе. Ну а на этом ролик подошел к концу. Я напоминаю, что если у вас есть какие-то приколы по ТЧ, которыми вы хотите поделиться, то можете писать в мою группу ВКонтакте или прямо в комментарии. Спасибо, что досмотрели ролик до конца, надеюсь вам понравилось. С вами был Ванделей. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин